Всем привет друзья, с вами Варчик. Это довольно таки интересный будет видосик, поскольку в нем просто все будет идеально, четко, при этом никакой случайности не будет. Все абсолютно, до каждого выстрела просчитано мной, поэтому будет довольно таки интересно понаблюдать, почему так произошло, от чего я отталкивался в этом бою, какая информация мне помогла принять правильное решение. Итак, довольно таки не очень карта, студянки, студзянки, боже, она помойная тем, что казалось бы карта открытая, но на самом деле здесь три дыры, куда можно поехать. Есть холмик, где можно от башенки под артой постоять и благополучно сдохнуть, либо если нет арты, можно постоять, посветить от башенки и пострелять в тяжи, которые глупые. Также можно на тяжи приехать в заводики и постреляться от башенки, на ПТ можно сзади пострелять в дырку, ну и еще есть деревушка, где можно либо сзади постоять, либо упороться вперед, повезет, не повезет. В целом карта не очень интересная, да и, грубо говоря, на высоких лвелах непонятно, что она делает, поскольку карта простреливается со всех флангов, с центра, туда-сюда. В общем, карта как большая дыра, которая простреливается везде. Приезжаю я в заводик и здесь хотел стрельнуть, с вертухи по ЛТшке вдруг залетит. Приезжаю, в ЛТшку не попал, жду, когда заряжусь и буду играть от кучки, поскольку мой танк, единственное место, где бронированы, это башня. Поэтому от башни я и играю. Выкатываюсь, целюсь ренегату в лючок и стреляю. Полностью не сводился, потому что что долго там стоять, расстояние небольшое. Прицелился, стрельнул и ухожу на перезарядку. Еще больше врагов вылезло и смотрит на меня, что тут происходит. Продолжаю играть от башенки, выезжаю, когда заряжаюсь, стреляю, сразу заряжаю. Геймплей максимально простой, ничего сложного нету. Мне особо ничего не угрожает, при этом я спокойно накидываю по перезарядке. Зачем враги со мной перестреливаться на таких танках, стоя, в принципе, без укрытий, неизвестно. Но такой скилл сейчас у нас в картошке, поэтому такие дела. Чувачок попадает мне ровно, четенько в лючок. Бывает, ну, а что бы и нет. Я попадаю и враги тоже имеют право попасть. Тут у нас ВК-101П, я на него забиваю, потому что я его практически никуда не пробью, он мне не интересен. Он на меня навел свое орудие, я сразу отъехал, танканул, стреляю по другому челику. ВК-100, медленный, здоровенный сарай, на этой карте он куда не вылезет, он будет прострелен со всей карты. Поэтому он мне не интересен, я в него вообще не трачу снаряды. Тем более я стреляю ББшками, и мне это не интересно. Тут еще интересный выстрел, челик мне под башню попадает, прям вообще идеально ББшечкой на Супер Халкете. Пока что довольно-таки все просто и легко. Те танки, которые легко бы продамажить, я продамажил, по перезарядочке выезжал, стрелял, все хорошо. Поехал посмотреть я, что у нас тут на центре, на другом фланге, поскольку танчики светятся. Немножко не хватает отрисовки до ИСа, поэтому я чуть ближе подъезжаю. Вроде никто у меня справа не светит. Плюс еще все танки светились. Хороший модик в ушах команды показывает, какие танчики светились, не светились. Все на карте везде стоят. Поэтому шанс, что меня кто-то посветит, никакой. Потому что вся карта на глазах, перед глазами, все видно, все понятно. Некому меня светить. Вот сейчас там что-то 44 рыпнулось, но нет. ВК-шка подъехала у нас в центр заводика. И потихоньку поддавливает. Она мне пока что не интересна. Сзади меня стоит союзник. Если ВК-шка на меня поедет, то союзник будет расстреливать. Сзади меня стоит Сушка. Она, скорее всего, будет, наверное, какими-нибудь фугасами стрелять. По карте вижу, сразу реагирую, что сзади меня приехала Сушка. Свожусь полностью, потому что все враги КД, которые на меня выехали, мне спешить некуда. Мне нужно дать четкий урон. Я его даю. Спешить никуда не нужно было. Я и не спешил. Убил. Выезжаю. Здесь 44-ка. Что-то делает. Стреляем ему под башню. И боекладочка взрывается. Пока что все четко. Все четко, все видно, все понятно. Чел на ЛТ-шке засвечивается. Полностью свожу, стреляю на упреждение и убиваю. Он подъехал очень близко к моей ПТ-шке и засветился, когда решил в меня стрельнуть. Все. Вот теперь, когда все враги уже практически кончились, можно заняться ВК-101П. Как раз ББ-шки закончились. Выезжаю от башенки, стреляю в НЛД и отъезжаю. Чел не решился стрелять на ходу мне в башню. В принципе, он уже все. Я уже веду по ХП. Он стреляет, не пробивает. Я спокойно выезжаю, даю ему урон в НЛД. И сушка фугасом его добивает. Идеально. То есть у чела шансов не было. Ему некуда деться. Он играет на ВК-101П. И я его оставил на самый конец. Он вообще никакой угрозы не представлял. Вообще, в принципе, этот весь бой, он тупо идеальный. Очень простой, идеальный. Выезжаю, даю шанс КВ-3 нанести хоть раз в жизни урон. Он наносит 7. Почему бы не стрельнуть фугасом, не убить мне мехвода. Мехвод же, наверное, сидит на броне. Зачем внутрь заходить? Жарко ж, наверное, в студянках этих. И вот такой вот бой получился полностью идеальный и четкий. Стрелялся от башни вначале в позиционочке. Убил всех, кто подставлялся. И играл неаккуратно. Потом среагировал на засвет на другом фланге. Пострелял туда. Увидел, что чел подставляется на центре. Взорвал его. Мне заехали в спину. Сразу развернулся. Броня, хоть и не сильно толстая. Но зарешало. Стрелял четко. Сводился. Все нормально. Единственное, что в начале, когда стрелялся в позиционочке от башенки, до конца не сводился. Потому что времени не было. Мне и так в лючки иногда попадали. Простейший бой. Просто. 4200 урона. При этом не сказать, что я в этом бою не решал исход боя. 5 фрагов, 4200 урона. Если бы я занимался ерундой, то у врагов сейчас у них было бы много хп и много живых танчиков. Я огромный кусок врагов убил лично. Поэтому непосредственно повлиял на исход боя. Причем это было максимально легко и четко. Приезжаешь в агрессивную позиционочку, где тебе ничего не угрожает. И дальше уже пользуешься плюсами своего танка. Изи. С вами был Варчик. Играть красиво. Всем пока. С вами был Варчик.